Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина, вы на моём канале YouTube. Здесь я последнее время рассказываю о том, как я расхламляюсь, как стремлюсь к минимализму в понимании его мною. То есть это не полный отказ от вещей, какой-то аскетизм, а именно расхламление, избавление от ненужного, от всего того, чем я не пользуюсь. И что мне не нужно в повседневной жизни. То есть те вещи, которые просто захламляют на самом деле. И вот сегодня я хочу поделиться книжкой, которая называется «Хоум-терапия». Её написала автор «Наша русская». И основана эта книжка на теории Марии Кондо. Я очень хочу поделиться с вами некоторыми умозаключениями, которые я вытащила из этой книжки. В книжке, на самом деле, помимо того, что она в основу свою взяла метод Марии Кондо, то книжка основана не только на этом методе. То есть там есть и философия какая-то японская, минимализма. Там есть и фэн-шуйские техники, и техники различные, которые основаны на фэн-шую и переработаны. Там есть и какие-то просто ритуалы магические. Есть, помимо этого, какие-то славянские техники. Есть очень интересная теория, когда Наталья сравнивает свой дом с организмом человека и предлагает подумать о том, что, например, если у вас что-то болит, то обратите внимание на состояние определенной части вашего дома, который отвечает именно за это место в организме. Или, например, другая теория, когда сравнивают дом с вашей жизнью в целом. И, например, если в какой-то из сфер жизни у вас проблемы или хочется что-то улучшить, то, возможно, стоит обратить внимание и как-то навести порядок в части своей в доме. Например, если у вас проблемы с отношениями с семьей, то автор предлагает прибраться в ванной, потому что, возможно, здесь есть какие-то... Ну, мне кажется, это немного странная теория, поэтому мне сложно это озвучивать, мне вызывает это некоторую улыбку. Хотя, может быть, это, конечно, и связано... То есть нужно попробовать, чтобы понять, работает это или нет. Так вот, если проблемы с семьей, то, возможно, стоит прочистить трубы. Если, например, у вас проблема в финансовой сфере, то стоит там присмотреться к своей кухне. Если у вас проблемы на работе, то стоит присмотреться к своему рабочему столу. И вот очень много таких небольших нюансов, но все сводится к тому, что под любым соусом, с какой бы стороны вы ни посмотрели, с какой бы теорией ни заглянули на свой дом, в любом случае везде нужно держать все в чистоте, порядке, и тогда в целом выстраивается у вас там хорошая, прекрасная жизнь, здоровый организм и так далее и тому подобное. И вот я хочу поделиться теми заключениями, которые очень мне понравились и которые я предлагаю вам тоже как-то обратить на них внимание. Автор говорит, что белье — это нижнее белье именно, показатель успешности и уверенности в себе. У успешной и уверенной в себе женщины не может быть на ней надето какое-то старое, драное белье. Вот, поэтому если развернуть эту ситуацию в обратную сторону, то начинайте со своего белья. Когда вы купите себе классный комплект белья, даже несмотря на то, что его никто не видит, возможно, у вас нет там любимого мужчины, который будет вас раздевать и, значит, созерцать в этом белье, или там какие-то другие еще нюансы, начинайте с белья, начинайте с малого, порадуйте себя красивым бельем, потом купите себе какую-то баночку с кремом, и так постепенно-постепенно вы будете вытаскивать себя на новый уровень. Дальше про обувь. Это, кстати, связано не только... Вот я задумалась, что я свой канал начала вести, потому что я консультирую по имиджу и стилю людей, и мне хотелось поделиться какими-то своими знаниями, которые могут пригодиться людям. И вот здесь, в хоум-терапии, и вот в этой философии расхламления и избавления от ненужного, я вижу некоторую связь с психологией именно в имидж-консалтинге, потому что связь прослеживается. Смотрите, у успешных в бизнесе мужчин всегда много пар хороших ботинок. У успешной среди мужчин-женщины, у которой много поклонников, всегда много красивых туфель. У людей, следящих за своей фигурой, занимающихся спортом, всегда есть обувь под разные виды спорта. И в психологии имидж-консалтинга тоже есть такой совет, что определите цель. Если вы, к примеру, женщина, и хотите иметь успех у мужчины, то вам нужно определиться, какого мужчину вы хотите, и выстроить свой стиль, помимо учета того, что вам должно быть комфортно, еще с учетом того, какой стиль в женщине пользуется успехом у данного мужчины. И вот здесь то же самое, что если вы хотите быть успешными в бизнесе, начните с внешнего вида себя, а остальное потихонечку подтянется. То есть если мы можем изменить что-то малое, вот потихонечку маленькими-маленькими шажками вы измените все. То есть можно очень долго прокачивать себя там всяческими разными тренингами и курсами, но внешний вид изменить – это самое простое. Меняя свой внешний вид, у вас уже как бы меняется все сразу. И вся остальная жизнь, она подтягивается за этим. Дальше автор книжки «Хоум-терапию» говорит о том, что очень важно иметь дома хорошую посуду. У нее есть также много информации о том, какие люди какую посуду выбирают, и как можно себя проинспектировать, проанализировать по той посуде, которую вы для себя выбираете. Я не говорю о том, что если вы живете с родителями, и вам эта посуда каким-то образом досталась, тут есть свои нюансы. А именно если вы выбираете для себя какую-то определенную посуду и предлагает сравнить, например, где вам больше нравится есть – в столовке из какой-то пластиковой одноразовой посуды или из металлической, либо вам нравится есть в хорошем красивом ресторане. У меня что-то произошло с телефоном, видимо, забилось в памяти, и сейчас пришлось некоторые махинации произвести. Так вот, из-за того, что у меня пришлось перезаписать видео, сейчас, наверное, повторюсь, нанесусь. В общем, про посуду. Где вам больше нравится кушать – в столовке или в красивом ресторане? Лично мне нравится в ресторане, потому что та же самая гречка с курицей в ресторане при красиво сервированном столе, при красивом антураже, в приятной компании, на удобном кресле будет гораздо вкуснее, и я получу гораздо больше удовольствия, чем поев гречку с курицей из пластиковой тарелки за каким-то шатающимся столом на железном стуле, и, не дай бог, там еще где-нибудь таракан побежит. И если привносить домой вот эти вот элементы красоты в повседневность, как я иногда говорю, что все самое красивое на повседнев, то жизнь у вас начнет меняться. Об этом говорит не только Наталья, об этом говорят и все авторы, которые пишут про уборку в доме, и все авторы, которые говорят про любовь к себе, про самооценку к себе, и все психологи вкупе к ним вторят то же самое. Поэтому, если у вас есть проблема в какой-то сфере, или, как сейчас очень у многих, есть проблема с самооценкой и с любовью к себе, советую начать с того, чтобы прикупить себе классное белье, и купить себе классную посуду. Да, пусть она будет у вас, для вас одной. Не важно. Главное ухаживать за собой. Купите себе там классную, красивую баночку с кремом, чтобы вам каждый раз хотелось на нее смотреть, хотелось ее доставать и мазаться этим кремом. И не важно, что никто это не видит. Как говорят, что уровень достатка человека можно определить по качеству туалетной бумаги у него. Вот если человек богатый, и в этом же случае он себя еще и любит, то бумага у него будет мягкая, белая, с запахом трехслойная. Если человек себя не любит, считает, что он вообще на последнем месте, у него низкая самооценка, и он там бедный в своей голове, то у него будет вот это вот скомканное третий сортный брак туалетная бумага. И еще один совет, который дает автор. Если ты хочешь привлечь в свою жизнь что-то, что-то новое, купи это новое из своей той будущей жизни. Вот, например, если вы хотите устроиться на работу в новую фирму, можете, например, узнать, какой у них там дресс-код, и купить себе, я не знаю, новые туфли, подходящие под этот дресс-код, или новый костюм. Если, например, девушка хочет выйти замуж за какого-то конкретного мужчину, чтобы он сделал ей предложение, можно купить фату. Этот совет, конечно, совсем не вяжется с теорией минимализма и расхламления, но, может быть, кому-то он подойдет. Есть еще такой очень интересный способ, я его услышала на одном из марафонов, называется красный свисток. Так вот, нужно в течение 30 дней, что бы ни происходило, каждый день красить губы красной помадой и ходить с ней. Пусть вы идете просто в магазин, или на работу, или вы остались дома. Неважно, каждый день, встала с утра, накрасила губы красной помадой. Я пробовала этот способ, и он здорово улучшает самооценку, потому что, первое, это тебе странно самой, что вот они красные губы, они как будто нарисованы, как будто не от меня вообще. Потом ты как-то привыкаешь, но начинаешь обращать внимание, что на тебя как-то странно смотрят, необычно. Это повышенное внимание к вам из-за красных губ, потому что они привлекают внимание. На работе сразу начинают спрашивать, ой, а что такое? У тебя что, свидание или что? И, в общем, вот так 30 дней ты ходишь с этой красной помадой, и в какой-то момент, примерно недели через две, ты настолько к ней привыкаешь, что начинаешь считать ее самой-самой разумеющейся. А вот эти вот трансформации, повышенное внимание, какое-то другое отношение к тебе в тех же магазинах, оно остается. Таким образом повышаешь себе самооценку. Еще один совет, который мне, вот, например, очень зашел. Сейчас же везде, на каждом углу кричат о том, что нужно делать карты желаний, визуализация и все такое прочее. Действительно, карты желаний работают, потому что ты каждый день видишь картинку того, чего тебе бы хотелось. И мозг уже начинает ассоциировать, что это у тебя есть, и ты гораздо легче это получаешь. Так вот, автор предлагает следующий способ. Не конкретные вещи на карту желаний, а подумать о том, какие эмоции ты хочешь испытывать, и записать эти эмоции. И каждой эмоцией записать, ну, максимальное количество вариантов, как ты можешь эти эмоции получить. То есть, например, у автора была такая история. Она из раза в раз переносила одну и ту же машину из карты желаний одной в карту желаний другую. А потом проанализировала, что она хочет движения вперед. И какое-то развитие, и какое-то быстрое развитие, интересное. И поняла, что машина ей нужна именно для этого движения вперед. И проанализировав вот это свое желание, она поняла, что для движения вперед ей поможет не только машина, ей помогут курсы и тренинги, которые ей необходимы в жизни. Она их прошла, и, в общем, машина к ней тоже пришла, но уже через мужчину. И последняя очень интересная мысль, которую я почерпнула из этой книжки, это то, что важно очень выбирать вещи для себя самые лучшие. Таким образом, психологически, мы даем себе понять, что мы у себя самые важные, и что мы достойны самого лучшего. Это касается и той же самой туалетной бумаги, и нижнего белья, и кремов, и всего того, что обычно люди не видят. То, что мы не выносим на улицу из дома. Это, например, та же самая посуда. Кто-то, кто приходит к нам в гости, их видит, а кто-то нет. Или, например, какое-то постельное белье, я не знаю, кошелек. Вот такие какие-то мелочи, если мы выбираем их хорошего качества, мы сразу заявляем миру о том, что мы достойны лучшего. И таким образом повышаем свою самооценку, и Вселенная нам благоволит. Поэтому есть высказывание Элизабет Гилберт. Она сказала, «Я буду заботиться о себе так, как обо мне не заботился никакой партнер. Я буду слушать и беречь себя. Я покажу себе удивительно красивые места в мире. Я буду хвалить себя и утешать. Я буду кормить себя замечательной едой и покупать себе потрясающие книги. Я буду спрашивать себя каждый день, что я могу сделать для тебя сегодня, дорогая?» И вот я призываю вас к тому, чтобы каждый день, просыпаясь, вы подходили к зеркалу и говорили себе эту фразу, «Что я могу сделать для тебя сегодня, дорогая?» Пусть сегодня, кроме вас самой, никто не скажет вам слова теплые, слова любви, никто не позаботится о вас. Но проделывая вот эти упражнения, эти аффирмации ежедневно, со временем вы поймете, что помимо того, что у вас улучшилось ваше состояние, самооценка и любви к себе стало больше, окружающие люди станут относиться к вам тоже совершенно иначе. И это невероятно заряжает. И это как снежный ком. Тебе потом хочется заботиться о себе еще больше и еще больше. И поэтому, девчонки, я вас призываю заботиться о себе в первую очередь, заботиться о своем доме, чтобы все у вас в жизни было хорошо и только так, как хочется именно вам. На этой какой-то трогательной ноте я заканчиваю свое вещание на сегодня. С вами была Анна Кафырина. Если у вас есть какие-то мысли о том, как улучшить свою жизнь через хомотерапию или какие-то комментарии, а может быть, в противовес моему мнению и мнению автора книги «Хомотерапия», если у вас есть какие-то мысли, пишите их в комментариях, мне будет очень интересно почитать их и обменяться в формате дискуссии с нашими с вами мнениями. Ну, а на сегодня всем пока. С вами была Анна Кафырина. Продолжение следует...